приветствую ух чё только не приходит в заточку да ну да сложно реально сложно точить иногда необычные экземпляры ножей и я вам скажу что иногда диву удаешься вот такая штука была завода точно градусов на 18 я не шучу 18 градусов была заточка не на одну сторону общий угол был 18 градусов ну короче меньше 20 вот сейчас здесь 24 почему бы так сделано ну чтобы нож вообще можно было использовать потому что ну если бы я точил так же как было завода то его же еще особо не использовали я боюсь с ним бы случилась какая-нибудь беда вот подводы были значительно шире заводские поэтому в рамках нерасходования клинка я навел новый подвод то есть вот эта линия да как бы верхнее начало подвода она никуда не делась какое у нас качество этого подвода но постараюсь это показать сложно на самом деле поймать эти все блики и прочее ну в общем вот такое да я думаю видно именно что видно вот примерно вот такое качество подвода финиша ну и одно дело просто длинномерный нож другое дело когда к тебе заточку приходит вот это с замятиями и выбоинами вот это я вам скажу внушает насколько как вы думаете кизляр заточил на заводе свой топор собственно почему он и замялся знаете нет не знаете пока не скажу ну или если вы уже с этим сталкивались кизляр заточил свой топор на заводе на 30 градусов я не шучу топор был точен на 30 градусов завода полный угол полный угол не на сторону хотя для топора я бы понял за . 60 градусов так плюс-минус который ну по костям работать так или иначе ну в общем я не мудрствую лукаво как бы сделал 40 потому что ну толку я видел замятия адские просто писать себе замятия на рк как бы глубиной два с лишним миллиметра протяженностью в 4 то есть этап кость поэтому такая пластилиновая сталь казалось бы да нет это не такая настолько не настолько пластилиновая сталь насколько неправильно выбранный угол ну а как можно на 30 градусов топор точить не ну это же не из углеродки топор да как бы чего его точить на 30 градусов это из нержавейки топор вот но соответственно поэтому других вариантов не было и было сделано то что было сделано я на десятку увеличил угол вот он при этом все равно острый для топора да как бы им реально можно брить я уверен но опять таки по традиции я не буду потому что уже нечего вот и собственно говоря бумажку он режет там ну и так далее ну толку как бы того что он режет бумажку нет я думаю что можно как-то по-другому продемонстрировать что он очень острый давайте попробуем я никогда не делала мне жалко этот кусочек поролона но ради вас нет не жалко вот да как бы ну вот примерно такая история с ним вот самое интересное мне еще что нравится смотрите нойка даже топор может держать вот прикольно да я даже не планировал чтобы но это была пригодна для топоров но грамотность конструкции чего уж сам себе не похвалишь никто не похвалит заодно сам лайки не попросишь никто за тебя не попросит так что можно и лайк поставить и похвалить меня вот но в целом ну ладно это шутка но в целом конструкция оказалась действительно крайне удачной и даже топор хотя это очень не предназначено как бы да но даже он вполне устойчиво здесь как бы находится он тоже ну так особо никуда не денется вот такая история вот этот нож огромный настолько огромный что и по рукояти толстый очень что в целом как бы ну его надо примостить да как бы но все равно даже он будет держаться даже он будет хорошо стоять в нойке вот такие вот приходят сложные иногда заказы но поверьте бывает и сложнее смотрите другие видео там бывает и похлеще до новых встреч интернет эфире до свидания спасибо что со мной